Наш спикер Алексей Рысюк, он концептор, энтузиаст, три, дженералист Сталкера 2, поэтому я думаю, что рассказать сейчас вам и передаю слово Алексею. Да, я всех витаю, в принципе, на моей лекции-дискусии. Я дуже хотів, чтобы она стала дискуссией по-чесному, потому что мне не только интересно почути себя, как я говорю в своем монологе, а и какие-то думки иззовне. Это реально очень интересно. На этой лекции я постараюсь рассказать, как я складываю все свои сцени и какими принципами я керуюсь для того, чтобы делать фотоскани, для того, чтобы складывать это все в композицию. И я очень постараюсь пробить барьер того, что фотограмметрия и страшное слово динамический концептор – это страшно. И если у меня вийде час на те, чтобы показать пару интересных сцен из уже зібраних в реалтайме и сделать демку, то я буду реально счастливым. Да, это так. И я бы хотел начать с того, что концерт-дизайн – это такой медиум между художником и аудиторией. И это способ показать аудиторию, которая может быть не только массовой, то есть это может быть не сотни тысяч, даже не десятки, а это может быть одна человек, какую-то историю. История, она обычно крайне уникальна, и она только в голове у художника. И это очень круто, потому что методов для того, чтобы передать эту историю и рассказать ее уникальность, их на современный час очень много. То есть это может быть скульптура, это может быть, не знаю, вы можете сделать миніатюру, картину маслом, графит, больше. Кроме того, для таких индустриальных задач, есть еще такая штука, как 2D-концент-дизайн, 3D-концент-дизайн и анимация. Анимация – это реально такой интересный способ передать какую-то идею сразу уже режиссеру або игровому арт-директору, в принципе, заказчику. И я хотел рассказать, что я концепт-дизайнер и это звучит очень страшно, но все, что это означает, что я могу потенциально довести не только до картинки свой концепт, а и до продакшн, если у меня достаточно достаточно много времени, по-честному, потому что я не специалист. А что означает до продакшн? Это означает, что это может быть и игровая модель, и это может быть медпейнт, и это может быть... тизер сталкера, который я делаю из маленькой команды, который мне придется показать, потому что он критичный для того, чтобы понимать, что он критичный по одной простой причине, что он на 80% складен из фотогераметрии. Это очень страшное слово, снова же таки. Но в его простое анализ – это фотоскан. То есть вы берете свою камеру или телефон, даже делать много фоток объекта, я покажу, как это все делается, и у вас готовый объект, готовый для концепта. Про 3D-частину и всякие такие штуки я расскажу позже, и очень много придется опустить, потому что это ограничение времени. Я уверен, что этот тизер у вас уже напрягает на ивенте, потому что вы его видели сотни раз, но это важный момент. И я еще, кроме этого, расскажу про все свои принципы, которыми я керуюсь, когда я делаю свои работы, и они очень похожи с тем, что я использую в ГСК. То есть цикависть этих принципов в том, что они довольно таки универсальны, они распространяются не только на 2D-концептор, 3D-концептор, 2D-плюс-3D-концептор, они распространяются на все. То есть они протекают в разные сферы индустрии, в продакшену, и это не только полезно для художника. И интересный момент в том, что я могу это все разбить, условно говоря, в этой лекции на блоке, на какие-то простые вопросы, и эти вопросы, они следующие. То есть часто спрашивают, как вообще потенциально, возможно, концепт в полном 3D, то есть 3D и 2D и концепты, разные вещи в большинстве. То есть это такой консенсус, я бы сказал, загальный. И почему его вообще анимировать, для чего? И еще очень людям, кажется, сильно, что это сложно. И это большая проблема, это большой барьер. И поэтому все назад вертаются до обычного, как можно меньше технического 2D. То есть традиционный 3D, олевцы, и там скульптура, и графит, и всякие штуки, ну и звичайные штуки в плане цифровой графики. И с этим все классно. То есть никто не наезжает на 2D. И у меня будет такой же целый блок про фотоскани, который я постараюсь сделать максимально меньше техническим и для людей, которая никогда не работала в 3D. И после этого все, мне будет интереснее и показать демку. Да. Скласти какую-то сцену из того, что у меня уже есть. Так. Но перед этим всем я хочу сделать маленький экскурс минуле. И чтобы вы обратили внимание на концепты иллюстрации Ральфа Макворри. Это 1985 год. И это реальные концепты иллюстрации для этого фильма. То есть четвертая часть. Масло, правильное масло, правильные холсти, здоровенные канвасы. И в этом случае у нас сильно пропускается. Воно фильтруется через обмежение технологий и обмежение бюджета. И еще воно пропускается через то, чтобы тримать концепт, как можно ближе до продакшену. То есть то, что будет делать потом в финале. Так как Лукас создавал свой фильм по визженам Ральфа Макворри и еще несколько художников, которые давали не только иллюстрации для того, чтобы показать, как это будет, а еще и свой визжен, свой визуал лэнгвич. Это было очень важным. И это настолько важным сегодня, но изменятся инструменты. Инструменты изменятся, очевидно, уже в 1995 году, мне кажется. Это, наверное, такой художник, которого зовут Дув Ченг. Я впевнен, что я неправильно вимогу его. И эти концепты, они сделаны на много меньше размере. Они сделаны в, умовно скажу, А3. Чуть меньше. И рабочий цикл этих концептов, он кратно меньше за концепты иллюстрации маслом. Ну и многими материалами, которые использовались для этого. Это факт. И инструменты в этом случае, конкретно в этом случае, это был акрил. Я смотрелся достаточно много по этому приводу документалок. И turnaround time, в котором цикл от идеи в голове до Лукаса, он кратно меньше. Мы можем дать концептов в кратно большую количество. И из них будет фильтровать частину тех вещей, которые будут дорогие в продакшене. И которые будут не совпадать с каким-то режимом режиссера. И мы будем смотреть на то, насколько это технологично возможно. И эти концепты, они все еще остаются концептами. Но количество информации, она увеличивается на умовно кажучи квадратный сантиметр. То есть мы показываем большими и другими способами в швидший час. И этот тренд продолжается и до 2005 года. Очевидно, это концепты такого художника Фэнг Зу. Он был и до сих пор пионером цифровой графики в концепте, я бы даже сказал, в принципе по всей индустрии. Так как в продакшене на той час, на 2003-2004, И использовалась такая практика, что чуваки просто брали маркеры, брали тушь, брали різные-різные всякие инструменты, Робили аналоговый традиционный концепт и идеи. И это все переносилось в фотошоп, просто сканировалось на сканерах и допиливалось в цифры. Это сильно скорочивало час, но мало свои минусы, поэтому это долго развивалось. И интересный момент тут, что Фэнг Зу в этих концептах думает как индустриальный дизайнер, можно сказать. Он пытается придумать весь механизм таким образом, чтобы его потом можно было реализовать в 3D. И это очень важно, потому что это ведет нас до сегодняшнего дня. Сегодняшний день, когда у нас используются все возможные инструменты для того, чтобы не только перешедли работу, а и сделать ее максимально близко до финала. Для того, чтобы мужики из проект-менеджера отдела и сказали, ну да, плюс-минус так, если игра будет выглядеть, то окей. Да, мы делаем так, мы локацию раскидываем сюда, 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 сюда. Хорошо, пошли дальше. И эти вещи стали доступными и возможными за счет того, что есть такой тренд. И этот тренд, он сложный график, страшный график, честное слово. Он ведет до того, что использование 3D, оно спрощается и даёт больше профита через то, что у нас час потраченный на то, чтобы изучить какой-то софт. Он не пропорционно больше в нашу сторону, в лучшую сторону. Для того, чтобы получать профит, получать крутые результаты и показать его народу. И раньше это было не так через сложность интерфейса, через хардвар. Тобто залеза была насправді набагато повильнейше, чем сейчас. И кроме того, есть еще такая штука, как расширение информации. И это не просто расширение информации. А по сравнению с буквально 15 лет назад, количество материалов, который можно просто нагулить за секунду, он колоссальный. У меня нет слов для того, чтобы это описать. Потому что в час, когда я начинал, у меня был рендер.ру, у меня были какие-то курсы из концепт-арт до торг, и видосики в 240p якости на английском, которые я не понимал. И это было очень тяжело. Почему это важно? Это важно для обычного дефолтного рядового художника, потому что это продолжает тренд того, что стало профитным не только 2D и не только 2D плюс 3D, а стало профитным и 3D плюс анимация. И это не обязательно. И это не магичная пилюля, которая решает все ваши вопросы, все ваши проблемы, но она реально спрощает жизнь в очень многих моментах. И я хочу начать с того, что каждый выбирает для себя самый комфортный и самый простой шлях. Это правда. И для многих этот шлях будет сделать что-то руками. Або, я не знаю, скласти из досок концепт и показать чуваку. Но я вирез на концептах Фен Газу и Скотта Робертсона, и многих чуваков из индустриальных дизайнов. И для меня это все было тяжело, потому что я смотрел на все эти видосики. И, например, перспектива. Багато-багато линей. Что-то чуваки говорят англійською. Давайте я сделаю кубик. Так, да, я списал А4 пачку и сделаю кубик. На этом все мои потуги на тот час закинчились. И, на счастье, есть выход из этой ситуации на сегодняшний день. И людей сильно отвлекает этот концепт моделинга и того, что нужно делать что-то долго и нудно руками. Я стараюсь не делать что-то долго и нудно руками, потому что я очень ленивый. Я настолько ленивый, что иногда мне, вместо того, чтобы открыть в фотошопе и сделать там... Розтягивать текстуру, я просто кидаю текстуру. Такой практики никогда не было до этого. Не было практики 3D и 2D. Не было практики 2D. Были девианты арт-гайды. Не было ассетов, не было... Навіть идеи. Тобто, вопрос даже не в... Не те, что практично, а воно в голове. В том, насколько художник боится, используют какие-то инструменты. И выход из этой ситуации... Это, конечно, сцена складана из... ...выключно из моих сканеров. А кроме, мабуть, этих... ...телеграфных, телеграфных столбов. В выход из этой ситуации, это... ...користоваться ассетами, которые уже готовят. Есть такая стигма в том, что все, что делает художник, должно быть сделан из нуля. И я, если честно, не знаю, я не копался в этом вопросе, откуда это взялось. Потому что в реальном продакшене, в реальных випадках, из моего опыта, приходят мужики и спрашивают, где концепты? Ты такой, аааа, нет концептов. И... ...ты сидишь и делаешь дальше концепты. И... ...коли... ...берешь несколько ассетов, и кидаешь их из разных ресурсов в сцену, або, не знаю, даже берешь... ...наветь и самые 2D ассети. Тобто, уже какие-то заготовленные до этого свои, або даже купленные материалы. Никто не питает про это, потому что большая часть концептов, она даже не показывается в продакшене. Их никто не видит. И... ...якак выключите какие-то ситуации с промо-артом, або выключите какие-то ситуации с... ...продакшен иллюстрацией, то... ...чужие ассети, або другие ассети, они... ...это довольно реальный выход из этой ситуации. И... ...я хочу потом вам еще рассказать про иконку, которая вверху, это реальный каучер, она означает свои скани. То есть... ...иногда на моей практике мне нужна какая-то специфическая штука, в которой мне легче выйти на улицу, сделать несколько фоток и... ...все. У меня есть объект. Нужно купить, писать кому-то, або шукать его, и каким-то другим способом держать. Для анимации я использую в основном два софта, два засоба, так это у нас DeepMotion и Mixamo. Ця сцена в основном в основном через... ...деколька костелев и DeepMotion, и один уже какой-то Mixamo. Про Mixamo вы, скорее всего, чули 100%. Тобто популярная штука всех на слуху, а от про DeepMotion чули не всі. Это относительно новый сервис. Вон поки що в таком... ...около Бетти, около Альфи, я не знаю. Потому что в ньому еще свои маги, и в ньем есть своя техническая спецификация. Но его суть в том, что вы буквально снимаете себе на видосик на равномерном фоне. Это достаточно какой-то адекватной качественно. И в большинстве случаев он подхватывает ваши движения и переводит их в скелетную анимацию. Единый момент тут, что скелетная анимация это просто скелетная анимация. Они пока что не поддерживают касаемых персонажей. Но это решается через тот же Mixamo. Когда вы ставите чувака в три позы, в те позы, и все. Кидаете туда, готова анимация. Это очень спрощает вам життя. И это тот барьер, который часто есть перед художниками для того, чтобы анимации. Человеки стоят просто эстетично. это беда. И другой инструмент это сигнал. Такий плагин для Cinema 4D. Я впевнен, что он с часом будет распространяться и на Blender, и на, я не знаю, там, MaxMic, и на другие 3D софты. Он позволяет контролировать каждый параметр Cinema 4D и давать ему анимацию буквально два клика. Вы кидаете сигнал, вы кидаете поворот, у вас меняется светло, вы кидаете сигнал, вы кидаете колор, и у вас меняется колор. Это крайне простой инструмент, и он решает проблему анимации для не аниматоров. Потому что я не аниматор, и для меня это пока что страшно, по-честному. Потому что мриги, скелеты, куча всяких складных слов, типа ключи, криви. Складно. Пока что складно. Но этот софт, этот плагин, он сильно решает это вопрос. И еще вопрос визуальных эффектов. И оно сильно гостро стояло. Но сейчас для концептора, художника, для большинства вещей, я не говорю, для всех вещей, есть вещи, которые не могут пока что, на сегодняшний день. Но есть офигенный софт, который называется Embrygen. Мне кажется, у него есть месячная подписка и кошки довольно дешево. Он реалтайм делает визуальные эффекты. Дим, огонь, дымки, разные штуки по типу для сцены, которую я сейчас покажу, я сделал буквально за минуту 5-10. буквально 5 лет назад для этого нужно месяц. Я не жертвую, это реально такая штука. То есть, открываешь час, шукаешь сложные слова, сложные кнопки, сложно делать, ждешь, пока оно засимулируется и есть эффект. То есть, эти инструменты и не только Эмберген, не только VFX, они сильно спрощают ваше життя. И очень часто побоевание в том, что в чем-то вы не разберетеся, в чем-то вы застрянете или побачите очень много кнопок, которые не понимают, что означают, есть документация. То есть, скорее всего, кто-то уже про это подумал и задав это вопрос, и ему ответили. Эта сцена сделана в октане, и все ассеты, все объекты в этой сцене они из сканеров. Я сказал бы, что на этом есть смысл загострелить увагу, потому что сканы это важная технология для не только концепт-художника и художника в целом, а и для индустрии в целом. это на самом деле очень новое новое изменение изменение через те что появился новый софт и поревняно с тем что было ранее, он экстремально простой, 4 клика я скорее всего скорее всего вам это все покажу и враховываючи кількість текстов яку я сказал кількість терминів и всего-всего-всего з'является таке питание для чего взагалі анімувати концепт и делать все в 3D если это настолько трудозатратно визуально и как это здаётся есть ответы на это и они очевидны когда это все уже делается в процессе потому что окружение воно тестуется на синематичность воно тестуется на возможность побудить этот сет на земной площадке на работу с камерой на возможность реалистично освятить сет потому что и что делается в науко воно не сильно отвечает реальность и на адекватность левел дизайна если вы говорите про а если у вас есть визуал лэнгвюдж валидиті то как он себя почувает в сцене и который характер он показывает какие эмоции он показывает когда он реально работает в продакшене потому что очень часто ситуация Это когда художник делает какой-то для игры концепт, и он крутой, шипастый, в него есть разные элементы, какие-то броня, какие-то деформации тела, возможно там здоровенные руки, и другие штучняки. И потом это делается, оно пропускается через несколько уровней процесса рабочего, и мы получаем концепт, который совсем не похож на то, что придумал художник, какой-то концепт такой крутой, а 3D такое не крутое. Почему так? Потому что очень много вещей, которые работают в 2D, они не сильно круто работают в 3D, а потом, кроме всего, они еще и не сильно круто работают в анімации, потому что есть такая штука, есть всякие технические обмежения, есть места сгиньев и т.д. и т.п. что лучше оставить все себе и контролировать это самому. Потому что лучше вас, художника, никто в мире не сделает концепт. Вы не передаете свою художественную, и креативную идею. И это крайне важно. То есть я не могу даже огласить, насколько это важно, чтобы художники делали работу художников, а аніматоры делали работу аніматоров, а не перетягивали на себя покрывало. После этой всей этой работы хочу сказать, что есть инструменты, которые помогают вам всему, чтобы видеть то, что вы делаете. Вы видите Eevee, Unreal Engine, это не знаменитая иконка, это Octane Brigade, иконка. Я бы сказал, что лучший из этих инструментов это, звичайно, Eevee и Unreal Engine. Но я бы дав возможность вам играть с другими инструментами и посмотреть, как они работают для вас. Потому что интерфейс очень простой. Большинство всего того, что я делаю, можно вкинуть в два клика в будь-який из этих движков. И посмотрите, как он работает с светлым, как он работает с кольером, и как это все круто работает. Потому что побегать персонажам среди своих же концептов очень круто. А просто смотреться на это на листі бумаги, ну, это тоже круто, но не так, когда ты видишь это все в действии. И ты можешь показать арт-директору, або навыть просто знаменитому, что, смотрите, я сделаю игру, я сделаю фильм. Круто, круто. И я хочу нарисовать таке питание, как 2D, и возможность давать таки кучу-кучу-кучу разных диких вариаций. Тут это абсолютный чемпион, но при этом если вы имеете немного смелости, вы можете попробовать себя в процедурной генерации игроков. и снова таки, складно звучит, но по факту вы гуглите те, что, скорее всего, до вас уже склали, например, структури каминя, сундучки, я, например, гуглив дорожные структури, и за вас кто-то это уже сделал. достаточно просто, скорее всего, потягать несколько крутилок, потягать несколько точек, и получать новый результат. Так он не будет уникальным, но как супер шуткий способ чтобы передать какую-то идею круто. Не буду загострелиться на године, это страшный софт, реально страшный. Я бы лучше рассказал про фотоскани. И чего я бы рассказал про фотоскани? Потому что я надеюсь, что этот видосик будет достаточно без лагов, без зависаний. И это реальный процесс того, как делается скан. Я нашел этот трехфазный стартер. Надеюсь, кто-то знает это. И буквально там несколько фоток 50 или 100 и без никакой обработки кормлю их в реалити капчер. Ctrl-C, Ctrl-V, нажимаю одну кнопку Creating Virtual Reality. Чекаю. Я вырезал этот час. И готово. Объект. Это чего так не хватало мне, когда я начинался делать в 3D и хотел быть художником. Потом нажимаем Simplify. Одна тоже кнопка спрощает объект до какого-то детального стану, но сохраняется основной формы. И мы снова накидываем на него текстуру. Сейчас скорее всего будет чуть подольше. Но суть в том, что все, весь процесс отримания фотоскана заканчивается. И я просто всегда удивился насколько квадратными и круглыми изменили очи людей, когда ты им скажешь фотограмметрия. Это весь процесс создания скана. И я бы загострился на этих сканах и на вопрос реальных объектов в реальных умовах. потому что потому что есть такой тренд не только на Artstation и в принципе сколько я работал, сколько я бачил. Люди сильно часто в своих идеях в плане в плане здания реального света потому что люди как вид как название эволюции они развивались так, чтобы понимать аналоговые вещи для того, чтобы их трогать, чувствовать их температуру, насколько они мягкие, какой запах и как они чувствуются по вазе и это все происходит в контексте и очень много объектов и реального света оно работает только в контексте, но художник может менять контекст, он может рассказать свои истории, но настолько круто, чтобы это было не просто круто, но чтобы другие люди понимали это. и момент понимания того, насколько настоящий объект с настоящими настоящими наслідками существования существования это критично важливая штука. И в 3D очень часто люди керуются принципом это похоже на то, что я вижу. Но есть такие моменты, кроме того, что это похоже на то, что я вижу, есть это похоже на то, что я чувствую. И то, что вы чувствуете, это в великой частине, кроме сведомости и визуальных штук, это еще и то, что работает на подсведомости. Это количество информации на квадратный сантиметр. И если посмотреть на это, как на работы Ральфа Маквори, которые работали раньше в 80-х, то количество историй, которая не специально была надана этим картинам, она тоже очень большая. Потому что в тебе есть бесконечная количество изменений, например, кисточки, фарб, при каких температурах записывалось, при каких эмоциях записывалось, с которыми может он тернулся или пил чай. И какие-то которые не только не только цветов рассказать историю, а рассказать уникальную историю, которая в контексте. и это может показать, если у кого-то есть какие-то вопросы, и посмотрим по ситуации. да. Так, я сижу в тиши. Хорошо, я врываюсь. Наверное, у нас сейчас, наверное, уже будет начинаться рубрика вопросов. так, так, если мы готовы, то тут меня слышно, правильно? Да, да, да. Я тут. Тут первый вопросик. Чому выбрали Realty Capture, а не Agisoft Photoscan або аналогичный софт? Дуже швидкий. Тобто, я робив тест, он в раз, ну, в раз за 4 швидше, в целом, ніж будь-який аналогичный. А я перепробовал дуже багато. Хорошо. Так, еще вопросы. Как после экспорта модели из Realty Capture вы работаете с текстурами? Как перепикаете или просто используете те, что получили после экспорта? Для концепту просто экспорт готово. Погнали. Ци всі пеньки, ци всі ну, вони зараз виглядають не дуже, тому що це всього лишь viewport. Але всі ці об'єкти за виключенням, скорейше всього, сосни є напрямую из Realty Capture. А для роботи професійного продакшен, який ви будете бачити кожну пилинку, потрібно просто багато фоток. Там 500 фоток, 400 фоток. І скорейше всього треба робити десемейт, перезапікати і тоді ви отримаєте можливість по ній малювати і т.д. Так. Далі. Чи співпрацюєте з іншими компаніями в плані фотограметрії, чи все робите власними силами? Ну, якщо чесно, не знаю. Я знаю, що та фотограметрія, якою я займаюсь, і принаймні в плані персонажів ми не знайшли достатньо стандарта в світі, якщо чесно. Без приколів. Ми не знайшли стандарт для деяких сканів по якості, і тому рішили зробити їх своїми. Наприклад, по фоліаджу, по рослинності всій технології, якої я ніде не бачив, і я з колегами ми її розробили. Сподіваюсь, поясню. Так, я шукаю серфейс. Так, добре. Зараз дивимося далі. Олексій, що Ви думаєте про технологію 4D сканування і коли він з'явиться в українському ГМД, відзмінивши повністю мокап? Я б дуже хотів, щоб з'явився прямо сьогодні. Тоді ми зробили сталкат швидше. А насправді 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 не думаю, що просто так це з'явиться скоро. Потрібно або самому бути піонером і брати ініціативу, або чекати з моря погоди. я не думаю, що це буде скоро. А тут ще питання. Що ти думаєш про мобільний фотоскан? Є рігодні інструменти? Звісно, я робив частину сканів на свій телефон. В мене OnePlus 7. Це я б не сказав, що це крутий телефон, але його резолюшн мені достатньо, щоб робити половину всього, що я хотів би зробити. Добре. 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 А який набор текстур звичайно ви вводите? Albedo, Displace, Roughness. Як це все працює, наскільки це все гибко і нативно підтримується? Нативно дивлячись, в якому софті. Нативно в Unreal Engine підтримується все. А при експорті Reality Capture, скоріше всього, ви не отримаєте більше нічого, крім albedo і просто модельки. Для цього треба або робити її руками, або я тоді ділюся секретами. Для того, щоб отримати чесний рафтис. Я такого не бачив. Ні, я бачив в одної студії таке, але вони поки не використовуються в продакшені. У нас є наш основний скан, у нас є інфрачервоні фільтри, які ми кидаємо на об'єкт, і на об'єкт, на світильники, якщо достатньо бюджету, або просто на об'єкт. І просто їх крутим, робимо декілька сканів, тобто наш основний, наш інфрачервоний, він буде білий, і потім, крім цього, робимо ще скан з перехресною поляризацією. Це звучить дуже складно, але по факту це просто така плівочка, яка навіть на мобільних телефонах є, яка кидається на світильники, і вона перебирає бліки. Це відбувається як магія, це буквально візуально видно. І ми отримуємо три скана, три різних текстури, від якої ми одна від одних віднімаємо. І ми отримуємо чесний, справжній, фізично-коректний равноз, ми отримуємо чесний, справжній, фізично-коректний спекуляр, ну і запікаємо вже альбедо і нормал по ситуації. Отак. Це дуже круто. Тобто воно виглядає дуже круто. Початку. Такс. І ось тут ще німножечко про ці сканы. Намагаєте себе знімати в студії та просто на однотонному фоні? Так. В основному так. Це сильно залежить від задачі, по-чесному, тому що є якісь об'єкти, які світліші, є тимніші, там для лиць зовсім інший процес. Але для маленьких об'єктів, відносно які поміщаються в камеру, достатньо або зовсім чорного фону, або зовсім білого і просто поворотного стола. Або повертати об'єкт руками. Я навіть так робив. Хорошо. Спасибо. Так. Далі питання. З текстурами. В якому вирішенні стандартно працюєте? Я стараюсь виганяти все в 8К для пробців. Для ящиків. Тут все в 8К. І я для більш важких задач виганяю в 16К. Але потім це все під задачі зменшується в 4К і навіть іноді 2К. Хорошо. Так. Як ви чистите геометрію та робите Delight після реаліті? Чистка через зібраш в основному. Якщо вона потрібна. Тобто для концептів вона часто не потрібна. А Delight через Agisoft Delighter. Такий класний софт. Просто кидаєш об'єкт в нього і все. Ось заделачений об'єкт. Угу. Хорошо. Так. А ось питання. Які основні недоліки по Тоскану? Для яких проєктів ти рекомендував би його уникнути? По-чесному є такий цікавий приклад. Це Lord of the Rings оригінальний. В якому хотіли замоделити повністю персонажа в 3D. Але не змогли добитись такої якості. Зробили скульптуру із індустріального силикону. І зробили її скан. І так вийшов голом. Це приклад такої легкої стилізації. Але якщо потрібна важка стилізація. То звичайно скани дуже часто звичайних об'єктів не допомагають. Але сканити скульптури зроблені руками дуже корисно. Тому що скульптури руками які зроблені вони круті. В тому плані що це справжні пропорції. Яких складно добися в 3D. Так як вони стають доволі стерильними. Я сподіваюся і повів. Якось. Звісно адекватно. Хорошо. Так. Пяті ще можуть задавати далі питання. А я поки від себе спрошу. Кака у тебе взагалі любима частина роботи? Я думаю ідея. Тобто мені дуже подобаються перші. Я не знаю ці 15 хвилин. Коли ти робиш ідею відсікаєш ідею. Робиш ідею відсікаєш ідею. І тут починається якась творчість. І ти бачиш чого тобі не вистачає. Що тобі треба або замоделити. Або намалювати руками. Або всякі такі штуки. І ти такий. Окей. Ну це виглядає цікаво. Або це не виглядає доволі цікаво. Ідея. Саме початковий етап. Так. Далі вапросик. Щас ще пару буквально. І будемо вже дійситися к завершенню. Так. Вопрос такий. Що порекомендуєте почитати подивипись для початківців в концентрі? Уроки Фенгазу. І його пояснення того як взагалі працює індустрія. Тому що так як у нас на постсовковому ринку сильно домінують мобілки. То у нас доволі викривлений такий персепшен того як це працює в три полейних студіях. І як це працює в фільмах. І не тільки обмежуючись цим. Якщо є можливість подивитися зарубіжні канали які наприклад арт-кафе. Те що робив. Те що розказував Мачей Кучуара. І подивитися Фенгазу. І можливо навіть Левелап. Є такий ютубний канал. Доволі круті подкасти. І є ще один подкаст який називається. Зараз я скажу. Creative подкаст. Буквально на саундклауді. І по моєму на спотіфай. Там дуже багато чуваків із індустрії. Які робили топові фільми. Які робили кучу іконічних дизайнів. Вони переходять в студії. І розказують про свої експеріенси. І це корисно. Дуже корисно. Ну і ще весь LearnSquared. Який можна достати різними шляхами. Можна когось попросити. Можна купити різні шляхи. І LearnSquared поки що був самим інформативним в моїй практиці циклом курсів. Так. А можна ще мені написати? Так. Тут ще хочу таке совместити. Наверно, буде последній же вопрос. Тут спрашивається один чоловік. Скільки видеопам'яті занимається в середній сцені? І тут ще один вопрос. Расскажи, какое минимальне железо можна для роботи з фотосканами і двіжком? Наверно? Така тема. Целі залежить від якості фотоскана і якості двіжка. Тобто, допустим, якщо у вас там 8 ГБ пам'яті і аналог 1050 Ti і якийсь середній проц, то просто робите менший резолюшін фотоскана. Можна його зменшити в два рази, можна в скількість разів. Для продакшена я використовую десь машини з 64, ну по-різному. Від 32 до 64 пам'яті. Пам'ять, можливо, для сканів. І Останні, передостанні райзени, ну насправді це просто швидкість збільшує. І для відеокарти і всяких інших штук по відеопам'яті в сцені це в середньому 4,5 ГБ. Тобто 4, 4,5. Від 3 до 4,5, я б так сказав. В основному так. Круто. Дякую за лекцію. Прикольно. Якщо хтось цікавиться концептом і взагалі всякими штуками в плані того, що хтось 3D художник, 2D художник і в цілому, то пишіть мені і пишіть в ГСК дуже багато інформацій і навчання можемо просто поділитися, розповідати. Без плавно, без ніяких. Якщо є питання, то куди тебе будеш писати? В Телегу, якщо чесно. Телега або Фейсбук. Фейсбук, я думаю, прикріплений в цьому профілі. Тут. Круто. Дякую за лекцію. Дякую за лекцію. Дякую вам. Реально дякую вам. Ви крути. Давайте. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую. 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 Дякую.